Продолжается цикл наших программ «Вспоминая Высоцкого» и сегодня, на мой взгляд, очень интересная тема. Ваше первое знакомство с творчеством Владимира Высоцкого. Добрый вечер. Добрый вечер, я говорю тому человеку, о котором я так долго говорил, в надежде, что он появится. Сейчас он к нам присоединится. Напомню, друзья, что номер нашего телефона 223-5550, 223-5550, а также наш сайт в интернете работает www.radioshanson.ru У нас в студии, ну, я уже называл должность, я еще добавлю, актер и режиссер. Можно так сказать? Добрый вечер. Как там на улице? Я прошу прощения, но я понял причину пробок московских. Что случилось? Вот не хотели допустить меня в эфир, это какая-то идеологическая диверсия. Специально вот где я появлялся. Это сейчас было придумано, походу? Ну, я не знаю, чем это еще объяснить. Машин больше не стало. Ну, я сегодня уже, по-моему, больше стало, потому что 16 градусов, завтра 20. Ну, не знаю, я ехал от театра почти 2 часа, а то из чистых прудов. Ну, просто все выехали, то есть все, кому уже не лень. Да, решились. Вообще, погода аномальная, а вы вообще как к аномалиям относитесь? Не знаю. В вашей жизни были какие-то аномальные явления? Ой, не пугайте меня так сразу. Вот пробки, вот я думаю, самое аномальное явление, оно мне не нравится. А вы видели когда-нибудь, вот в пробках девушки даже вяжут? Я видел лично сам. Я не смотрю на девушек. Как? Я слушаю какое-нибудь радио, успокаивающую музыку. Вот, потому что иначе я хочу вот выскочить из машины, научить всех жизни, там, значит, разрулить движение. А в это время могут и сумку стянуть из автомобиля. А, вот так вот, да? Вот такие аномалии, да. А разрулить? Простите еще раз, давайте мы эту тему закроем. Нет, я хотел сразу же напомнить и слушателям вам, о чем мы сегодня, собственно, говорим. Да, понятно, что у вас есть своя творческая жизнь, но есть очень ответственная профессиональная, скажем, тоже работа. Это руководство целым центром, целым музеем. А мы слушателям сегодня адресовали вопрос, вот они к нам дозваниваются и просто рассказывают. Вот первое знакомство с Высоцким. Кто-то, может, песню услышал. Вот сейчас нам дозвонился человек, рассказал, как он на концерт попал. Ведь это тоже довольно интересная вещь. Потому что я помню, что сам лично переписывал стихи. Вот вручную тетрадку. Даже сейчас представить это сложно. Тем не менее, это было. Но пытался вспомнить, когда первый раз услышал, не услышал. Вопрос обязан и вам адресовать. А вы когда первый раз услышали? Ну, знаете, я, ну, услышал, наверное, в семье. Он и пел, и поэтому никакой тайны не было. Магнитофона довольно долго у меня не было. И я... Но у нас были пластинки, которые выходили, которые он нам привозил, давал. Там и французские, и какие угодно. Я так не помню точно. Но я помню, что для меня было, может быть, гораздо большим удивлением, то, что я услышал, как другие его слушают. И что я увидел вот какое-то такое вот его даже, ну, непопулярность. Я вот помню, скажем, я вот рассказываю часто эту историю, что вот нянечки в детском саду, в который я ходил в детский сад, в АТО, на станции отдых, такой пятидневный детский сад. И вот нянечки просили меня спеть его песни. То есть они знали. Они были для меня довольно авторитетными персонажами. И то, что они знают, значит, вот песни, которые, как бы, вот поет мой отец, для меня вот это был шок. Или, скажем, когда я в какой-нибудь электричке или где-то на улице слышал его голос. Вот. Для меня вот это был шок. А слышал я, конечно, с раннего детства. Я так вряд ли вспомню какой-то вот первый. И для меня это было само собой разумеющееся. И какие-то песни, вот я, допустим, считал, что песня «Жираф большой», она написана про вот у нас с братом был жираф, Жора. Вот он был просто вот такой плюшевый большой жираф. Я абсолютно, причем до достаточно большого возраста, был уверен, что это песня вот про нашего жирафа Жору. И мы, когда он пел, мы его просили, мы этого жирафа, значит, швыряли до потолка, прыгали по кровати. Мы были абсолютно уверены, что это вот гимн, наш семейный гимн такой. И снова здравствуйте, или вновь здравствуйте. Я напомню, что продолжается наша программа. У микрофона Николая Пивненко, а я приветствую нашего гостя. Гостя, гостячий-то я вдруг. В студии Никита Высоцкий, директор Государственного культурного центра музея Высоцкого. А как все-таки правильно? Дом Высоцкого или вот это длинное название, а потом Дом Высоцкого? Ну, Дом Высоцкого, это такой вот, я не знаю, бренд, лейбл, то есть вообще, в принципе, это такое вот скучное название Государственный культурный центр музея Высоцкого, а называется он Дом Высоцкого. Я просто помню, когда только это помещение появилось, и в таком, мягко говоря, не очень, по-моему, хорошем состоянии, был такой забор там, там было написано, по-моему, тут будет Дом Высоцкого. У меня даже фотографии есть. Да, ну вот он и есть теперь, так что вас не обманули. Да-да-да, какой-то год. Вот, но сейчас совсем все по-другому. Скажите, пожалуйста, какова, ну, банальный вопрос задан, ну, куда денешься, какая все-таки основная задача? Понятно, что популяризация и так далее. Задача какая? Показать, что есть, или все-таки попытаться еще что-то найти? Ну, вы знаете, она такая и то, и другое. Задача у любого музея, конечно, это в первую очередь сделать вот свою коллекцию доступной. Причем не обязательно все выставить на витрины, там, но, во всяком случае, эта коллекция должна быть описана, там, исследователь или кто-то должен легко найти то, что ему нужно. Вот. И популяризация. Но поскольку музей молодой, и несмотря на то, что он, ну, реально там, он существует фактически со дня смерти отца, это уже скоро 28 лет, и понесли люди материалы какие-то, вот пошел разговор о музее. И, в общем, музей очень много, вот, то, что вот называется таким специфическим словом, комплектуется. То есть, действительно, мы находим и фотографии новые, и что-то люди сами несут, что-то мы находим, какие-то коллекции нам передаются. А сердцевина этой коллекции, ядро этой коллекции, именно музейной, это то, что вот наша семья, в первую очередь, вот, Нина Максимовна Высоцкая, мама моего отца, сохранили и передали, вот, государство, вот, вот, этой рукописи, этой документы, и личные вещи, и, там, письма, и детские. Ну, в общем, одним словом, вот это, как бы, это ядро этой музейной коллекции. Поэтому и то, и другое направление одинаково важно. А вообще, музей, знаете, это надолго, как, и, наверное, главный пафос музейного работника, настоящего музейного работника, в том, что, как бы, он понимает, что его труд будет оценен спустя, не просто годы, да, а то, что называется потомками. И то, что мы делаем сейчас, оно, наверное, действительно, вот, реальную свою ценность, ну, будет эта ценность ясна и всем объективно понятна, но, я не знаю, ну, через... Ну, когда уже, наверное, ныне живущих работников, может быть, уже и не будет вообще. То есть и нас с вами. И нас с вами. Жить в эту пору прекрасную, не придется ни мне, ни тебе. Вообще, говорят, что человек становится классиком в день своего столетия. Вот, Владимир Семенович еще 30 лет до этого возраста. Я думаю, что примерно в это же время и вот, как бы, музей вот окончательно состоится. Состоится. Сейчас мы с вами услышим следующий вопрос от Нины Васильевны из Москвы, но прежде один мой вопросик короткий. Как считаете, еще найдется одна песня какая-нибудь? А может быть, 10? Ну, вы знаете, я вам скажу, таких вот революционных находок, я думаю, больше не будет. То есть, в принципе, известно, допустим, некоторые тексты, известно, что все-таки эти тексты пелись. Вот, и есть тому свидетельство, но записи не сохранилось. И, в принципе, многие рассчитывают, что где-то, когда-то, спустя какое-то время, скажем, вот «Зеленая тоска», там, да, известно, что она исполнялась, но она есть только в рукописи, только в тексте. А исполнения нет. Может быть, это исполнение будет найдено. И вот таких, я думаю, находок нас еще ждет и немало. Что касается, что вот вдруг мы найдем какой-нибудь там роман Высоцкого или какую-нибудь там песню уровня, там, «Охота на волков», про которую никто не знал, и этого не будет. Просто я почему? Лена, да, находит? Битлс все время находит? Нет, новые записи, опять же. Варианты, вариации. Безусловно, возможно, это находится. Но это тоже интересно. Иногда люди хранят, и я вообще, когда вот, мы когда сами расставались, да, вот, скажем, с его вещами, с тем, что вот хранилось в нашей семье, я просто помню вот это вот странное ощущение, что это уже не твое, хотя вот я директор музея, но что это уже не твое, ты не можешь это взять там, да, и когда вот люди передают, и я вот на них смотрю, я это вспоминаю, я очень ценю, и я понимаю, что это огромный поступок, например, и человек, он работал в Париже, и я познакомился с его сыном, и он передал запись, которую он хранил почти 30 лет, которую он сделал в Париже, значит, и вот эта запись появилась, он ее никому не давал, не переписывать, ничего, он, я к нему, мы к нему приехали, и он так торжественный, я просто видел, он почти плакал, когда отдавал, естественно, у него осталась эта самая, ну, копия, да, но вот он вот так поступил, и многие люди так поступают. Многие нет, многие говорят, у меня я вот буду у себя держать, вот, а вам не дам, фигушки, вот у меня есть, а у вас нет. А многие вот так поступают. Понятно. Ну, надеюсь, что Нина Васильевна на нас не обидится. Нина Васильевна, добрый вечер. Так что, да, да, я, вы знаете, это была Руза, когда мы детей своих отправляли в лагерь, и ехали оттуда, был перерыв электрички часа полтора, студенты какие-то сидели, еще вот такие катушки были, проигрыватели, мы часа полтора ждали электричку, куплеты, песни, конечно, мы его слышали как-то, но вот я живьем не видела никогда, его не было. Но этот концерт продолжался, ну, песни вернее, часа полтора. И еще один случай был. В 80-м году, когда открывался фестиваль, ну, вот народ, в Москве у нас, мы, я даже не знала, вышла с песиком, и сижу, смотрю, во всеуслышание, тогда же запрет был. У нас кто-то из домов включил Высоцкого, и я, знаете, я просидела два с лишним часа, и у кого-то была трансляция вот его песен, его стихов, вот там же разные у него жанры были. Да. Ну, это его голос, вот даже сейчас мурашки по коже. Спасибо вам. Если друг оказался вдруг, не друг, не враг, а так. Спасибо большое. Вот так неожиданно. Кстати, вот интересный момент, ведь это абсолютная правда. Да я помню, как действительно люди прям выставляли колонки и принципиально ставили на всю мощь, и все это во дворе играло и пел Высоцкий. Это, может быть, такой внутренний был протест, потому что как бы запрещено было. Ну, вообще, это была мода выставить. И мода была, согласен. Если у тебя есть что выставить, и почему и пели, и пел, и Пугачева из этих окон, и не только Высоцкий, как раз, может, Высоцкий реже, чем другие, но это был поступок, конечно, вот Высоцкого как бы вот так вот опубликовать у себя во дворе, это был поступок, конечно. Ну, и с другой стороны, некоторые хвастались, давайте так говорить. Вот у меня есть Высоцкий, могли не любить, но раз уж так модно, популярно, значит, и у меня из окна должен Высоцкий петь, неважно, как я к нему отношусь. Принес на это время, потом продолжим, напомню, у нас сегодня в гостях Никита Высоцкий. Никита Владимирович Высоцкий. Скажите, пожалуйста, а острые вопросы можно задавать? Ну, попробуйте, я не знаю. Корректные, но острые. У меня есть такая формула, что... А ну-ка. Ну, а как вот это самое, без комментариев. А, ну все, отлично, да. Ну, нет, я не в том смысле, что по морде получить, ни в коем случае. Нет, я все понимаю, говорите, конечно. Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к строчке из песни, из стихотворения «Памятник» про старопные члены семьи? Ну, а как к ней относиться? Действительно, маску надгробную снимала Марина. И это жуткое совершенно воспоминание в ее жизни. Я знаю, как это было и ей тяжело, и вообще, что это было для всех. Вот. Песня написана задолго до смерти. «Памятник», но действительно многое, не только вот эта строка про семью, но очень многое неприятно сбылось. Сценарий получился. Ну, не сценарий, но многое сбылось из того, что он понимал, видел. И дело не в том, что он какой-то вот прорицатель, а, в общем, жизнь так устроена. Он ее понимал. Вот. Он понимал, что из... Ну, наверное, главное, да, там, мой отчаянием сорванный голос, да, современные средства науки превратили. В приятный фальцет, да, и были эти попытки, и они сейчас продолжаются. Самое интересное, сейчас. Сделать, что он там был, вот, как бы, ну, как бы перестроить какое-то отношение к нему, вот. И многое сбылось, и это... это неудивительно. Вообще, я не считаю, что это как-то, допустим, говорит плохо о семье или, там, не дай бог, там, о нашей семье или, не дай бог, там, о Марине, да, что она снимала маску. Ну, да, ну, определенная роль, ну, он великий человек, а не мы. Мы, как бы, и не лезем, и не претендуем. Мы обычные люди, а он, действительно, большой человек. И что ж тут? Далеко не всегда близким людям уготована какая-то, такая, знаете, светлая роль, вот то, чем можно гордиться. Другое дело, потом все стараются сгладить углы. Сейчас выясняется, что отца все так любили, и вообще непонятно, откуда у него были неприятности, потому что все его прям вот хотели только целовать и на руках носить. Ну, какое-то недоразумение, что ни одной строчки не напечатали, какое-то вот недоразумение, что очень много обид ему было нанесено, и самыми близкими людьми в том числе. Ну, как-то об этом вот не очень вспоминается. Вот, вот, вот. А вы наверняка слышали, да, вот современное, вот когда Высоцкий вдруг неожиданно поет совершенно, ну, современную музыку. Меня, например, коробит. Я, может быть, не прав? Вы знаете, я вам скажу, я вот тут судьей себя не чувствую. Я занимаюсь делами, вот, связанными с изданием отцовского творчества, и в том числе вот эти издания, я знаю этих людей, которые делали. Я знаю очень много людей, для которых это важно. Я знаю, допустим, вот этот вот New Sound, как так вот такое словечко, да, придумали, уже сделано, по-моему, там, 13 или 14 программ. И я знаю, что очень многим нравится, особенно молодым людям. И там не современные аранжировки, они сделаны по принципу вот аранжировок Костя Казанского, в основном струнные аранжировки, накладываются на его гитару, и делаются там определенные такие вот воздействия на запись, не на голос, но, безусловно, это искажает, как бы, и замысел его творческий, я все понимаю. Но я знаю, что очень многие люди это воспринимают. И некоторые аранжировки, скажем, мне нравятся. Например, вот в New Sound «Банька по черному», песня, которая не по белому, а есть еще у нее «Банька по черному», вот, она вдруг зазвучала и приобрела какой-то необыкновенный драматизм. Там, хотя, вот, я ее знал и так знал, но она только выиграла, вот, скажем, от этого. Далеко не все хорошо получается, но я не считаю нужным ограничивать это. Это то, что плохо, то отвалится и уйдет. То, что ценно, это сотворчество все-таки. — 223-5550, 223-5550, телефон эфирной студии, тройной W.radiochanson.ru, наш сайт в интернете. У нас в гостях Никита Высоцкий и следующий вопрос, пока дозваниваются наши слушатели. Я помню, что когда только-только вот шла речь о том, что делать, да, как собирать, вот, формировался даже еще, может быть, не дом Высоцкого, а просто вот, ведь масса поклонников, я знаю, что и есть, по-моему, в Краснодарском крае у вас очень... — В Краснодаре просто есть музей Высоцкого. — Да, музей Высоцкого, вот, и, в общем, во многих местах люди начали вот как-то собирать это. Ну, понимаете, человек уходит, вчера, например, да, слушал эту бабину, человек был живой, сегодня уже, к сожалению, нет. Поэтому уже автоматически, да, у людей начинался процесс формирования вот этого вот наследия, у каждого по-своему. Вы это превратили в работу, сколько людей у вас работают, чем они занимаются? — Знаете, я только одно хочу поправить, я вообще не был сторонником создания музея Высоцкого, и я не считал, что это необходимо, и мне казалось, что вот это вот желание, оно продиктовано как бы вот таким, ну, вот как бы закрыть вот эту вот пробоину, которая у многих в душе была, и как бы вот мы чем-то заняты, вот мы что-то делали. Я не считал, что это нужно было делать, говорю, как есть. Вот. И поэтому я не искал этого места, я не хотел быть директором музея, я взялся за это. И, в общем, я, ничего говорить, я много, много, мне кажется, добился, во всяком случае, по сравнению с тем, что было до того, как я пришел. Народу работает много, это государственный музей, это не мой музей, это музей московского подчинения, его финансирует московское правительство, вот. И он достаточно посещаемый, людям это нужно. У нас штатное расписание, чуть больше там 50 человек, куда входят там, ну, понятно, и уборщицы, и охранники, и смотрители, и научные работники. Вот. Не очень охотно люди идут к нам на работу, потому что платят, да, в общем, по московским меркам немного, но по сравнению, скажем, с музеями региональными, да, там, российскими, мы просто, в общем, в шоколаде купаемся. Но в Москве другие требования, вот, а не москвичей мы брать на работу не можем. У нас много волонтеров, люди, которые приходят, нам помогают, люди, которые приходят, работают к нам по договору, это достаточно такая структура, в общем, она большая, это не маленькая, но я бы не сказал, что она простаивает, и что люди сидят, в носу ковыряют, там, мухи от скуки дохнут, это достаточно активная работа, творческая работа. Сейчас мы готовим, мы хотим сделать такой мемориальный кабинет Высоцкого, хотим восстановить вот из квартиры на Грузинской, чтобы люди имели возможность посмотреть, как он работал, что это, что у него была за библиотека, вот, и сейчас идет эта работа очень, я думаю, что это будет востребовано. Вот, мы проводим по несколько сменных выставок, то есть выставок, которые освещают какой-то отдельный этап его жизни, историю какой-нибудь песни или кинофильма по три-по-четыре в год. И плюс у нас есть обычная, постоянно действующая экспозиция, посещаемая, на нее ходят, на нее приходят повторно, вот, и я не знаю, вот мы говорим все время, центр музея Высоцкого, вообще Нижний Таганский, дом три, каждый день, кроме воскресенья и понедельника с одиннадцати до половины шестого, он работает, он доступен, вот, туда люди приходят. И, в общем, я думаю, что это, я не то, что я изменил свое мнение, тогда мне просто казалось, что, и, кстати, я в чем-то был прав, потому что то, что создавалось, это не было музеем, все-таки, вот, пусть мне скажут и Никита Хвостун, наглец там и Выскочка, но он музеем стал при мне, а до этого это был все-таки фан-клаб, вот, это неплохо, наверное, но это не было музеем, хотя называлось музеем. А в чем разница между фан-клабом и музеем? Фан-клаб сделан для людей, которые уже увлечены, которые уже любят, которые уже в материалы, которые надо чем-то обмениваться, надо собираться, надо выпивать, но не, они не занимаются научной работой, они не занимаются популяризацией, потому что они как бы, они сумасцены, им нравится, они это любят. Фан-клабов Высоцкого очень много по стране, и есть клубы Высоцкого и в больших городах, мы с ними иногда взаимодействуем, они проводят вечера и так дальше. Музей – это очень серьезное, очень трудно организуемое и, поверьте, требующий очень высокой квалификации от людей работа. Фан-клаб – это, в общем, форма досуга. Понятно. Напомню, что в студии у нас Никита Высоцкий, 223-5550, 223-5550. Дозванивайтесь, у вас есть возможность адресовать свои вопросы. Мы говорим сегодня о Владимире Высоцком. В Москве плюс 16 градусов, а мы в студии радио «Шансон». Напомню, что эта программа «Вспоминая Высоцкого» сегодня у нас в гостях сын Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий. Никита, скажите, пожалуйста, наверняка вас спрашивали, но все равно, сын за отца отвечает? Приходится как-то отвечать за какие-то моменты? Ну, вы знаете, мне как раз, я считаю, что вообще люди друг за друга отвечают, но как я могу за него отвечать, что он там за какие-то его там плохие поступки? Не знаю. Это моя семья, это моя жизнь. И то, что, допустим, я оказался вот в этом музее, при том, что у меня совершенно другая профессия, конечно, это ответственность и не только перед ним, и перед его родителями, перед моими бабушкой и дедушкой, и перед моей матерью, и перед, не знаю, детьми моими. Конечно, только поэтому. Поверьте, у меня не было никогда желания сделать себе карьеру директора музея, там, а потом стать каким-нибудь там директором еще большего музея. Это не моя мечта. У меня единственное, у меня какое-то волнение, что там висит девушка Ксения, может, она скажет что-нибудь плохое, но... Я понял, я вам надоел. Ксения, здравствуйте. Добрый вечер, Ксения. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, мы здесь. Здравствуйте, Никита Владимирович, здравствуйте, уважаемый ведущий. Хорошо, что у меня безлимитный мобильный телефон, могу сказать. Я понял, вы на нас обиделись, извините. Нет, ни в коем случае разве можно. Я хотела сказать, как я впервые услышала Высоцкого, я как раз поколение Высоцкого, мне как раз 40 лет. Это было, когда мне было, наверное, лет 6, потому что я точно помню, что я не ходила в школу. Это была университетская компания наших родителей, и вот у одного из них он сказал, что все приглашены на Высоцкого, потому что он нас достал, как вот это делалось тогда, на один вечер, он достал две катушки, и вот, и был у него этот магнитофон, и вот известный всем чемодан. Вот, и все пришли с детьми самых разных возрастов, и все сидели весь вечер и вот безмолвно слушали, потому что это была большая редкость, вот эти огромные такие, добыть бобины, чтобы это было там на 2 часа, да. То есть домашний концерт такой своеобразный был? Да, такой домашний концерт, и трудно же было попасть, вот, и все сидели и слушали, и я помню, вот, насколько может помнить человек, то, что было там 35 лет назад, я помню, как меня потрясла банька по белому, и вот, и я помню до сих пор все, вот буквально, я помню все моменты, когда я услышала самые важные песни Высоцкого, которые для меня до сих пор остаются такими, какие они есть, я точно помню, когда я услышала правду и ложь, абсолютно точно, в деревне у соседей играла, на магнитофон, помню, какой у них был магнитофон, как он выглядел, не помню, как он назывался, но как услышала впервые, помню, вот эту баньку по черному, баньку по белому, да, дом на первой Мещанской в конце, а дом на первой Мещанской в конце, это вообще песня о детстве моего отца, вот прям скатана калька, ну, как, наверное, для многих, вот такой, вот до сих пор и дети мои тоже слушают все трое с восхищением, и больше ничего, больше слушали с самого детства, и вот я замечаю, что сейчас больше ничего современного слушать они не хотят, ну, Бардов еще, да, как-то вот слушают, а так в основном, конечно, Высоцкий для них стал стержнем, который определил все их отношения, такой прививкой от всего плохого, да, от всего нынешнего, такого современного. Ксения, огромное Вам спасибо, знаете, еще за что? Отдельное спасибо, Ксения, за Ваших троих детей, вот Вам персонально. Папа, пожалуйста. Спасибо Вам большое. Нет, ну, знаете, я хотела сказать, вот скажите еще такой вопрос, вот попутно, если можно, к Никите Владимировичу. Никита Владимирович, вот пытались какое-то время сделать из Высоцкого такого, ну, почти диссидента, да, он не тянул диссидента все-таки, никак. Ну, Вы знаете, все-таки диссидент, конечно, он не был, он был независимым, внутренне свободным человеком, но, ну, Вы знаете, он не уехал и говорил об этом, и пел, вот. Но нельзя делать и другого, понимаете, вообще, как бы вот в крайности действительно бросает людей, многих, говоря о нем. А сейчас вот есть наоборот такое, знаете, уже не просто не диссидент, а вообще он был такой мажор советский. У него, значит, был хороший Мерседес, он работал, значит, в самом модном театре страны, он был женат на французской кинозвезде, и все ему было можно, ему там прощалось то, что нельзя было другим. Вот. И это тоже неправда. То есть, в общем, наверное, дело даже не в том, что правда посередине, а дело в том, что он был, вот он был самим собой. И самое яркое, что, и самое интересное, что о нем можно узнать, вот в этом я, простите за банальность, но я в этом уверен, я очень много про него знаю, поверьте мне. И не только как сын, а именно как человек, который вот в музее работает. Самое яркое, самое интересное, самое правдивое, что о нем можно узнать, это вот в песнях. В частности, вот в тех песнях, о которых вы говорите, там гораздо больше правды, чем вот в этих рассуждениях, был он диссидентом или был он мажором. Я не знаю, мажор не написал бы баньку по белому, а диссидент не написал бы таких военных песен, скажем. Я не знаю, как, а Виктор Некрасов диссидент. Был свободный человек, в общем, в не очень свободной стране. И в этом, в этом я думаю, что вы правильно говорите, что, конечно, диссидентом он не был. Никит, а вот такой вот вопрос возник. Вот мы говорили о фан-клубах, да, фанаты, хорошо, есть фанаты, есть поклонники. Вот скажите честно, а вам нравится вообще творчество отца или нет? Нет, я не скажу, что я фанат, потому что фанат, он, ну, фанатизм, он подразумевает некую такую вот преданность чему-то одному. Мне кажется, что я люблю много другого в жизни и не обязательно родственного тому, что делал мой отец, но я, безусловно, я очень люблю то, что он делал. И не то, что я, как сказать, не фанат, я очень это люблю. Просто мне кажется, что, ну, там, я люблю Гумилева, там, да, там, ну, то есть мне кажется, что фанатизм, он как бы вот, ну, вот я болею там за такую-то команду, а всех остальных я бью по мордасам, да, а у меня такого нету. Но я, конечно, я его поклонник, конечно. Скажите, а вы чисто, знаете, как вот говорят, физиологически чувствуете что-то от отца, вот физиологически? Ой, не знаю, не знаю. Нет, ну, я его сын, и я в этом, как бы, особенно никогда не сомневался, и я, у меня нету вот такого, ну, что вот я хочу быть... Ну, вот вам говорят похожим. Говорят же вам похожим. Нет, ну, мне говорят, но я его помню, и я знаю, что я не похож на него, не по темпераменту, и внешне у меня, ну, там, длиннее на 20 сантиметров, да, там, у меня другой склад, я другой человек. Я думаю, что, конечно, я из-за того, что я его сын, я что-то от него унаследовал, какие-то, может быть, черты его характера, какие-то, может быть, его проблемы, которые там у него были, но я совершенно другой человек. И у меня не было никогда стремления заточить себя под него и там, и быть вот каким-то неким продолжателем. Меня многие в эту сторону склоняли и говорили, вот, бери гитару, что там, выучи три аккорда, да, пой. Мне по сию пору говорят, давай, значит, это самое, мы вытянем тебя, уж не таких вытягивали, давай, значит, запишемся, да. Вот, нет, я, у меня нет такого желания. А для себя тихонько, когда никто не слышит, поете? Ну, как сказать, я, у меня нету вообще, у меня, ну, у меня нету желания вот петь, я не могу так реализовываться. Вот, допустим, я его стихи читаю, да, или там, надо, вот, скажем, в спектакле или в роли, я, конечно, спою, у меня была пятерка по вокалу, но мы в институте, но у меня нету вот желания, вот, поет человек не голосом и не слухом, человек поет душой. Вот, кстати, Высоцкий, Владимир Семенович, он именно тому и доказательство. Он, он был очень музыкальным человеком, очень ритмичным человеком, но самое главное в нем, ну, смотрите, многие люди пробуют сделать так же, как он, а все равно не то. Потому что самое главное, это была его вот эта необходимость. Ну, это же все истории, там, вот он приходил и брал гитару, ему говорят, ну, песню две, Володя, хорошо, он четыре, пять часов. И люди не замечают, как время проходит, ему было это необходимо, ему, может быть, это было нужнее, чем тем людям, которые его слушали. И еще раз добрый вечер у микрофона Николая Пивненко, а в студии сегодня Никита Высоцкий. Напомню, что сегодня мы попытались поговорить с нашими слушателями, по крайней мере, те, кто к нам смогли дозвониться, и пытались узнать, где произошло их первое знакомство с творчеством Высоцкого. У некоторых это произошло очень просто, с помощью магнитофона, с помощью услышанных песен. Кто-то даже видел Владимира Семеновича, что называется, вживую. Никита Владимирович, ну, все-таки я знаю, что, как вы вот не отбрыкиваетесь, да, актерское все равно, а режиссерское все равно. Чем вы занимаетесь? Ну, у меня это такая сейчас, как бы, вот, такое хобби, ее, потому что основная работа — это вот музей. Вот, сейчас я приехал из Современника, где вот в конце апреля должна состояться премьера по пьесе Платонова «Шарманка», очень интересная пьеса, впервые ставится, у нее не было еще сценической судьбы, ставит Миша Ефремов, Михаил Ефремов, вот, заслуженный артист, я не знаю. И должна вот-вот произойти премьера, вот, через, там, две-три недели. Очень такой сложный период, но думаю, что будет интересно, и когда, вот, кому-то захочется посмотреть, я думаю, не пожалеет. А какой надо спектакль смотреть, вот, не первый, не второй, а какой? Вы знаете, я считаю, я приглашаю своих близких людей, особенно тех, кому я доверяю, всегда приглашаю на десятый, двенадцатый, когда... Хотя, вот, я знаю, очень многие люди любят ходить на премьеру, потому что там есть такой нерв, который перекидывается, да, но это не творческое волнение такое, да, оно перекидывается, и я не очень люблю, вот, как бы, и сам не очень люблю ходить на премьеру, и не люблю приглашать, ну, каждому, как кому нравится. Никита Владимирович, времени у нас, к сожалению, украли у нас пробки сегодня. Я у вас украл, да. Нет, не вы, пробки. Ну, мы же должны по-доброму прощаться, я не могу, я вот сейчас закончится, я вам все выскажу. Ваше обращение ко всем слушателям радио-шансон. Ну, я хочу вообще поблагодарить и вашу радиостанцию, и слушателей ваших, что отец звучит у вас, и, в общем, память, это, как говорят, любовь, которая побеждает время, во всяком случае, добрая память, и я благодарю вашу радиостанцию и слушателей, которые сегодня звонили и были с нами вот за, за эту любовь, потому что всегда приятно, что то, что для тебя ценно, то, что ты любишь, любят люди другие, поэтому, а будет желание, приходите в наш центр, не в смысле со мной пообщаться, а пообщаться с Владимиром Семеновичем, что-то про него узнать, приводите детей, там, я не знаю. А вы к нам придете еще? Ну, тогда, когда спектакль, после 12-го спектакля. Давайте, хорошо. Вы нас пригласите на спектакль, мы посмотрим и обсудим. Тем более я вам должен, 18 минут я вам должен. А, хорошо. Напомню, что проект «Вспоминая Высоцкого» продолжается. Благодарю всех, кто был в студии, и желаю всем слушателям радио-шансон. Ну, пусть немножко все-таки не так жарко будет. До свидания. Вспоминайте Высоцкого.